ждем давайте одну две минуты пока подключатся опоздуны пока подключатся те кто желает посмотреть сегодняшний эфир получить для себя полезную информацию и мы приступим а пока что дайте обратную связь как меня слышно как меня видно поставьте цифру 1 либо сердечко что меня видно и слышно либо напишите что есть какие-то косяки со звуком или записью что-то такое вообще не должно быть но бывает изредка бывает такое всем привет привет подключающимся у нас будет эфир многонациональный будут смотреть нас с разных стран с разных городов давайте все прям одна минута и мы приступаем к основной теме первый момент если у вас будут возникать какие-то вопросы по ходу нашего эфира возможно свои какие-то примеры ну там свои личные вопросы возможно есть то есть чем вы встречались или там с кем встречались ваши с какими проблемами вопросами встречались ваши знакомы можете задать все в чем я буду компетентен я дам вам ответ сегодняшний эфир у нас состоит из двух частей первая часть мы говорим об иммунитете о влиянии фитнеса на иммунитет дам вам несколько советов как наш иммунитет сделать более крепким расскажу вам такие моменты в которых вы узнаете себя где почему мы проваливаемся почему мы начинаем болеть когда начинаем тренироваться а а вторая часть будет состоять из тренировки совместной тренировки вместе со мной в прямом эфире вся тренировка у нас займет не более 35 минут и пока мы вот сейчас будем болтать у нас будет разговор буквально в течение 15 15-20 минут вы можете подготовиться обуться я вот уже я уже спортивной форме вы можете обуть кроссовки шорты футболку удобно и приготовить воду для того чтобы полноценно качественно позаниматься ну все все нас видят слышат отлично давайте поехали сегодняшний эфир и во первых я приветствую всех кто со мной не знаком а таких много и я приветствую тех кто меня знает кто сюда подключился из моих знакомых поддержите но если что отвечайте на вопросы которые будут задавать комментариях потому что на многие вопросы уже мои многие знакомые знают ответ все поехали иммунитет и фитнес наверняка вы часто встречались таким моментом в своей жизни либо в жизни своих знакомых близких когда кто-то начинает заниматься тренироваться и буквально спустя там три дня человек начинает болеть и но обычно это происходит так человек тренируется там первую тренировку или вторую тренировку чувствует резкий подъем чувствует насколько себя хорошо чувствует как у него и эмоциональный фон поднимается и все такое прочее а перед этим человек не тренировался не занимался в течение там года двух трех пяти лет ну то есть вообще забыл что такое фитнес что такое целенаправленные тренировки начинают тренироваться выполняют тренировки первый день второй день третий день подряд тренируется на четвертый день организм говорит ему пока пока и человек чувствует недомогание человек заболевает у него простуда температура под ним поднимается ну то есть вообще разные могут быть конечно пример и напишите у кого вот напишите в комментариях у кого такое хоть раз было когда вы не тренировались там течение какого-то определенного времени там год или больше потом приступаете и почему-то начинаете болеть напишите в комментариях у кого вот такое было уже следующий момент почему так происходит происходит потому что представьте наш организм что он находится вот на этой точке то есть вот это как будто бы на оси координат это ноль и наш организм вот в таком сейчас состоянии мы ему даем нагрузку даем нагрузку и мы переходим вот на некий увеличивая нагрузку вот это состояние организма уходит в ноль ой в минус почему потому что организм тратит свои ресурсы на то чтобы выполнить вот эти физические упражнения которые вы даете либо побороться с тем что с каким-то с какой-то психологической составляющей ну то есть у вас напряг и стресса того что что какую одежду на себя нацепить в чем пойти какую тренировку сделать заставить себя и так далее и вы вот из этого уровня спускаетесь в минус за счет того что нагружаете организм находясь в минусе что происходит на второй или на третий день вы даете подряд ему нагрузку даете ему еще нагрузку и вот этих ресурсов организма не хватает на то чтобы справиться вот с этим состоянием поэтому он сваливается нет полноценного то есть наш обмен веществ наш организм наше наш организм он нет нет у него тех ресурсов чтобы полноценно бороться с той нагрузкой которую вы даете а помимо этого еще и вокруг вирусы помимо этого сейчас осень например до холода это кого-то там продуть или что-то такое ну то есть потенциально мы все можем заболеть вот прямо сейчас но если мы еще и даем нагрузку представляете то есть шансы увеличиваются многократно в чем основная проблема при таком подходе и в таких моментах мы не рационализируем нагрузку и люди обычно приступают ну то есть как с какими мыслями приступают к занятиям есть там не знаю есть мужчина иван которому 35 лет у которого за последний год прибавилось 10 килограмм и он говорит все я принимаю решение я буду заниматься я буду за собой следить я вот теперь получу результаты и похудею что он обычно делает он говорит все с понедельника бегаю и начинает каждый день бегать пять километров напоминаю что до этого он не тренировался и не делал уже там год ничего вообще максимум там 3000 шагов в сутки он пускается в минус сваливается и все аганит говорит пока как этого избежать начать с малого ту тренировку которую я вам покажу в конце занятия это вариант того как можно начать как можно сбалансировать свою нагрузку и начать вот поэтапно суть в том что когда мы даем организму небольшую нагрузку вот я вам уже говорил да что представьте что мы находимся в нуле мы даем организму маленькую нагрузку не сразу большую а прям маленькую и организм в комфортном состоянии он делает такой level up и переходит на новый этап организм становится сильнее но на это происходит не за одну тренировку это происходит за какой-то период там несколько недель месяц а не так что вы начинаете тренироваться три дня четыре пять дней подряд и все поэтому главный совет это сбалансировать свой тренировочный режим таким образом чтобы вы не приступали сразу волнусь головой с рады бегать по 5 километров начните каждый день и перед по одному километру плюс физические упражнения или если вы вы тренируетесь дома начните каждый день за легких тренировок упражнений этом двадцати минут на все тело через две недели увеличите будете тренироваться 20 минут через три недели еще через четыре недели увеличиваем работать 30 минут и так далее суть я надеюсь ясна то что мы поэтапно даем организму такую нагрузку что он успевает адаптироваться и не сваливается вот в этот минус энергетический когда мы начинаем заболевать и даем возможность организму вырасти а не наоборот провалиться обычно когда просто мы проваливаемся то и мотивация пропадает ну то есть и ничего не получается еще и чувствую себя фигу и так далее ну какой смысл вообще такого поэтому я рекомендую перейти на такой сбалансированный сбалансированный стиль тренировок следующий момент когда человек например человек уже выставил свою тренировочную систему он может тренироваться постоянно тренируется 3-4 недели за два месяца тренируются давайте возьмем три месяца три месяца человек тренируется тренируется и думает болит что-то нагрузка одна и та же и начинает скучно ему становиться организм уже адаптировался для того чтобы продолжать наш организм помогать организму расти нам необходимо менять режим нагрузки режим нагрузки я имею ввиду у нас есть например если в упражнениях вот очень примитивный пример да есть динамика когда мы делаем у какое-то упражнение например подседание в динамике мы двигаемся есть статика когда мы стоим в напряжении все время есть у нас третий режим стата динамика когда мы стоим в напряжении и работаем ну то есть вот в этом в напряжении добавляем нагрузку как вариант вам три этих режима менять между собой на одной тренировке сделать динамику на другой тренировке статику и так далее следующий момент с помощью которого можно рационализировать и сделать свою жизнь кайфове а тренировочный процесс интереснее смена деятельности как же банально когда мы начинаем возьмем например давайте бегуна ну или любителя который начинает бегать начинает бегать и у него в неделю там 5 тренировок и он тренируется в течение не там нескольких недель как человеку разгрузиться эмоционально и физически дать что-то новенькое пойти бегуну например на скалодром или пойти бегуну на плавание то есть конкретно очень сильно сменить вот эту нагрузку поменять поменять вообще вести чтобы человек и эмоционально по-другому чтобы он разгрузился или например есть бегун который очень любит какой-то любит горы вот вариант бегун который любит горы все это пойти ему в горы на три дня походить по горам такой трекинг но я тоже очень надеюсь что это суть это суть ясна вот то что мы нам необходимо внедрять какие-то новые новые стили тренировок либо новые вообще новую деятельность но не обязательно смещаться очень сильно вы можете рационализировать что три дня в неделю вы например бегаете два дня в неделю вот вот эта развлекушка у вас какая-то то есть иная физическая нагрузка тем самым о чем я уже говорил вот этот ноль организму он постепенно поэтапно делает level up небольшими шагами и мы не сваливаемся в минус очень важный момент который происходит у многих занимающихся когда начинаем тренироваться и чувствуется какой-то дискомфорт ну типа вот вы чувствуете недомогание то есть организм что-то вам говорит такой чувак остановись девочка моя ну хватит не знаю мне сегодня фигово не делай обычно что происходит вы включаете музыку одни мотивация мотивашка и пошли или видосик посмотрели в ю тубе мотивационный тайм там тони роббинс или кто-то сказал делать и вы побежали и через силу вот то есть вы уже находитесь в минусе и вы еще добавляете организму организм говорит пока пока все вариант что делать в таком состоянии чувствуете вот это недомогание ну то есть не просто вам лень а то что реально какое-то недомогание в организме то есть не не просто вам хочется срячих посмотреть есть недомогание мы либо снижаем уровень физической нагрузки бегали до этого час снижаем до 30 минут тренировались там с весом 100 килограмм снижаем до 50 килограмм и так далее выполнить занятия но спуститься опять же вот нагрузку снизить значительно смысл есть также есть такие простые советы в течение жизни которые можно если вы не тренируетесь постоянно то вариант добавлять какие-то очень простые моменты в жизнь чтобы как раз поддерживать уровень организма на таком комфортном состоянии чтобы иммунитет был прокачанный чтобы у организма были силы вообще бороться и жить как как пример это ходьба много шагов в течение суток то есть вы начинаете вот 8000 шагов 10000 шагов и ходите в течение суток вот постоянно это расстояние как вариант это принципе повышать уровень фоновой активности может быть ходьба может быть вы начнете больше двигаться потом если у вас свой дом большой то вы уборка то есть вы активно ходите по этажам вы активно что-то передвигаете и тогда увеличиваете фоновую активность в принципе количество тела движений в течение суток очень важный момент который можно подключить сюда же это питание я не говорю о каких-то жестких диетах когда нужно достигать когда нужно что-то делать нет я говорю о простом рациональном питании с помощью которого можно поддерживать организм помогать ему если организм находится в комфортном состоянии в ресурсе если мы еще подпитываем его питанием здорово организм скажет спасибо и опять же вот этот минус который очень вероятен при большой физической нагрузки при каких-то когда мы даем какой-то трэш организму организм же не ресурс не бесконечен нужно помогать вот мы добавляем просто по питанию мы рационализируем баланс рационализируем свой суточный рацион питания и организм говорит спасибо и тем самым мы вот это вот этот фундаментально мы выстраиваем такое состояние что организм находится в позитивном состоянии и имеет шансы бороться если вы что-то там будете на грани заболевания собственно по иммунитету это все что я хотел сказать если у вас какие-то вопросы давайте прям буквально две минутки пробежимся и приступим к нашей тренировке вижу прилетел как много комментариев это 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 я воскресенье после бешеной тренировки заболела короной прекрасно корона конечно такое так скованы мышцы от локтя до плеча нужно делать динамическую растяжку то что мы сейчас будем делать очень часто такая проблема возникает но тренируюсь я не раз в год а периодически нужно постоянно тренироваться постоянно тренироваться вопрос делала планку по одной минуте в день каждый день спустя 3 недели не могу сделать даже 30 секунд как это объяснить нужно менять нагрузку потому что нужно менять нагрузку и давать различные упражнения не только план постоять организм адаптируется и плюс возможно вы у вас какой-то вот фундамент где-то ломается возможно вы по питанию проседаете возможно вы не высыпаетесь есть еще и другие конечно причина почему это может быть сколько раз неделю нужно тренироваться в зависимости от вашего уровня подготовленности в зависимости от ваших целей что вы хотите вообще в фитнесе в спорте достичь но я рекомендую 3-4 раза для человека любителя тренироваться чтобы была возможность и восстановиться и если что вот в этих разах включить какую-то какую-то развлекуху для вас если вы всегда силовом формате тренируетесь то добавить одну беговушку например 3-4 раза всем привет привет все окей пока сейчас приступаем к тренировке у нас всего будет 35 примерно минут 30-35 минут вместе с разминкой сейчас разминаемся буквально пять минут разминки у нас и приступаем к основной части в комментариях здесь напишите кто тренируется вместе со мной и в комментариях также напишите просто смотрю если вы просто смотрите и чтобы вам было стыдно я подготовил чуть-чуть музыки чтобы было по приятнее тренироваться просто включаем чтобы она нас либо не попонила немножко она будет помогать все тренируюсь отлично надеемся нас тренироваться будет много у кого есть трекеры тренировки можно включить замерить сколько у нас будет сколько у нас потратится калорий тренировка у нас будет достаточно лайтовая вы можете ускориться если вам где-то будет хотеться но вообще старайтесь в моем режиме работать процессе я буду вам подсказывать и говорить сначала разминаемся потом когда выполняем упражнения я говорю начали мы выполняем конкретное упражнение которое я перед этим покажу говорю закончили мы соответственно заканчиваем то упражнение которое работали поехали первое упражнение с которым начинаем мы делаем прямой ногой короткий выпад назад и тянемся вверх одной ногой потом другой и поехали то что мы делаем это динамичная растяжка когда делаете выпад назад постарайтесь чтобы потянулась в области паха полосы но и сильно сильно пальцами увеличу ой пальцами удлиняем движение вверх назад продолжайте еще разочек еще 100 поочередно левая правая нога подтягивается колено груди потом другая левая правая поехали левая правая поочередно теперь добавляем чуть подъем на носочки вверх когда подтягиваем колено продолжаем продолжаем еще разочек стоп встаем в упор лежа в упоре лежа подставляем правую ногу к правой руке делаем два три движения таза вниз меня другая рога и поехали раз-два смена раз-два смена все движения плавные раз-два смена никаких рывков все движения контролируем как кошечки выполняем или как коты еще разочек сделаем другую ногу раз-два хорош встаем на четвереньки колени под тазобедренными суставами кисти под плечами правая рука сгибается в локте касается другой руки и тянемся в потолок и продолжаем плавно в таком режиме работать делаем вдох когда поднимаемся вдох выдох внизу еще разочек другая сторона вдох выдох вдох выдох продолжаем еще стоп здесь же остаемся делаем очень простое движение знакомым многим выгибаем спину и прогибаемся но когда прогибаемся не надо сильно прогибаться в пояснице мы слегка прогибаемся и тянем за другом в потолок снова выгибаемся подбородок груди и затылок вверх груди и затылок вверх и продолжаем и еще разочек хорош встаем чуть разомнем плечи пальцы вперед ладонь к ладони направлено 5 движений назад одной рукой 2 1 2 3 4 5 в другую сторону этой же рукой максимально большой круг старайтесь описать длинный длинный круг и другая 1 2 3 4 5 другая 1 2 максимально большой круг 3 4 хорош все приступим немножко помялись приступим к основной тренировки начнем потихоньку первое упражнение мы делаем обычные приседания а дальше все расскажу покажу упражнений сложных сегодня не будет поэтому смогут тренироваться все первое упражнение приседания приготовились 3 2 1 поехали приседания сели встали выдох при подъеме вдох выдох выдох вы пробуйте тренироваться даже тот кто смотрит сейчас пробуйте выполнять упражнения они у нас простые чтобы не быть просто зрительными и работаем в том режиме чтобы было комфортно если мы будем тренироваться вот в этом режиме когда нам комфортно когда организм не перегружается сильно то у нас и шансов заболеть будет гораздо меньше потому что наш организм адаптируется к этой нагрузке еще разочек делаем стоп положимся на спину руки перед собой мы делаем два упражнения либо подъем касания стоп либо подъем касания голени каждый раз выдох приготовились поехали либо до голени либо до 100 каждый раз выдох выдох ничего страшного если у вас не получается полностью подниматься все нормально у всех уровень подготовленности разной наша задача двигаться чувствовать те мышцы над которыми работаем здесь живот мышцы живота или всем знакомый пресс выдох 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 еще разочек стоп встаем следующее чуть-чуть прыжковых упражнений у кого нельзя прыгать то заменяйте на легкие выпады назад у кого есть какая-то боль в коленях а мы легкие прыжки вперед-назад приготовились 2 1 поехали вперед-назад старайтесь прыгать без шумно чтобы не было втыканий в пол чтобы соседи снизу не чувствовали не слышали и и под контролем прыгаем либо хочется учить увеличить нагрузку личную амплитуду движения либо легонечко коротенький прыгаем 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 3 2 1 стоп важный момент водный все хорошо все живы так попросили тренировал а давайте убираю комментарии убираю комментарии чтобы нас не было выключить комментарии все пока что выключаю комментарии для того чтобы потренироваться чтобы меня было видно следующее отжимание обычное отжимание с колен только мы полностью уложимся на грудь и отжимаемся средняя постановка рук лоб направлено не в стороны а по дугам туловищу приготовились 2 1 поехали выдох вдох вдох если совсем тяжело отжиматься классическими ровным ровным телом допускаем небольшую волну сначала отрывается грудь потом таз ложится таз грудь и продолжаем выдох при подъеме вдох опускаемся выдох вдох выдох 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 продолжаем еще разочек еще разочек сделаем стоп ставим вам следующее у нас интересное упражнение упражнение на баланс на ягодицы на заднюю поверхность на одной ноге мы делаем наклон тянемся двумя руками вперед одной ногой назад возвращаемся и другая нога левая правая нога поочередно приготовились 2 1 и поехали 1 и продолжаем вдох опускаемся новый баланс и выдох при подъеме до ведь я только падаю ничего страшного на стопе заваливаешься иногда сторону несет ничего страшного если заваливаете сторону придержитесь за что-то еще разочек не падаем не падаем не падаем наклон опа хорош следующие упражнения у нас интересное необычное возможно мы делаем ходьбу на руках из положения стоя мы касаемся двумя руками пола проходим на руках до планки фиксируемся и на руках возвращаемся назад приготовились 3 2 1 поехали опустились маленькими шагами прошли здесь фиксация возвращаемся назад здесь дыхание ловите как удобно внизу но при подъеме вверх делаем выдох вот здесь когда и выдох еще ходим 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 выдох еще разочек сейчас встаем стоп очень простое движение я надеюсь у всех все хорошо с самочувствием кому надо делать глоток воды те кто зрители завидуйте нам либо прямо сейчас берите и приступайте вместе с нами те кто тренируется вам лайк после окончания тренировки напишите мне хороший комментарий приготовились приседания обычные поехали выдох при подъеме стоим на всей стопе колени идут в стороны при приседании вдох выдох и продолжаем следите за дыханием если можете работать быстрее работайте быстрее и продолжаем еще еще разочек стоп ловимся на спину упражнение на пресс которое делали сначала пробуем усложненный вариант подъем до стоп потом если что совсем тяжко становится переходим до колен или до голени приготовились поехали выдох при подъеме выдох при подъеме каждый раз выдох держите движение под контролем никаких рывков выдох 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 еще продолжаем либо короткие подъемы выдох каждый раз еще разочек делаем стоп встаем встаем знакомая разножка стоя мы прыгаем левой правой ногой вперед назад старайтесь делать очень плавно такие под контролем чтобы не было жестких прыжков приготовились две одна поехали попрыгаю разными сторонами как вы видели прыгаем прыгаем те кто будет тренироваться в записи после того как выполнить эту тренировку напишите в комментариях свои ощущения как вы себя чувствуете что удалось тяжелее всего что удалось легко три секунды две одна стоп легкотня но на таких упражнениях пульс немножко повышается сможем сделать глоток я тут вообще с вами болтаю сколько буквально один глоток и погнали дальше отжимания те же отжимания которые делали полностью ложимся и упрямляемся приготовились три две одна поехали вдох выдох вдох выдох и продолжаем у кого не получается пускайте волну ничего страшного если небольшая волна будет в теле но небольшая не проваливайте сильно спине совсем чуть-чуть продолжаем выдох на подъеме продолжаем еще разочек стоп встаем так наклоны на левой и правой ноге сейчас уже этот подходит будет легче получаться организм уже немножко разогнался приготовились ловим и поехали наклон двумя двумя вытягиваемся другая а задней ногой пяткой потянитесь назад только не резко опа когда возвращаетесь постарайтесь давить пяткой в пол опорной ноги тогда немножко нагрузка сместится в область ягодицы то что ноги нужно пам пяткой пам пяткой и ловим еще баланс продолжаем заваливаемся стоп ходьба на руках сейчас делаем еще одну ходьбу на руках после этого меняем упражнение постарайтесь сделать уже побыстрее эту ходьбу приготовились три две поехали прождись на руках до планки и возврат назад и возврат все тренировки все тренировки желательно чтобы были сбалансированы так чтобы наш организм весь нагружался все тело но было смещение небольшое по упражнению в ту сторону либо в вашу специализацию то что вам нужно либо то что вам хочется кому-то хочется больше ягодиц чуть упражнений добавляем на ягодиц больше кому-то хочется быстрее бегать или дальше прыгать соответственно добавляем прыжков упражнений или пиковых еще разочек делаем один вольем возвращаемся назад стоп чуть отдыхаем отдых 1 минута дальше другие упражнения пока открою комментарии напишите как ваше самочувствие тренировка сегодня крясть секундомер падает видите как от нашей с вами энергии даже секундомер не выдерживает отпишитесь как ваше самочувствие кто с нами тренируется кто не тренируется просто отправьте огонечки у нас вторая часть упражнений вторая часть тренировки отлично хорошо но сегодня тренировка такая очень спокойная поэтому вот как раз это самый первый этап про который я говорил в начале первое упражнение которое мы делаем на двух ногах опускаемся двумя руками касаемся пола тянемся вверх на носочках двумя руками и на носочках комментарии снова отключаю неподготовленные тельцы ну-ка поехали отключаю комментарии и погнали все хватит болтать следующая вторая часть у нас из пяти упражнений состоит приготовились присед двумя руками касания две одна поехали коснулись и на носочках вверх коснулись и на носочках вверх потянуться если совсем тяжко кому-то работайте в своем ритме не торопитесь ну то есть вы прям делаете я делаю там два повторения вы делаете одно повторение ничего страшного если вы снижаете нагрузку согласно вашему уровню наша задача дать организму такую нагрузку такую тренировку чтобы он стал сильнее а не чтобы он стал слабее еще раз дочек стоп лажимся на спину лажимся на спину опа руки вдоль туловища мы делаем подъем корпуса и касаемся двух стоп и снова выпрямляемся просто касание кому совсем тяжко мы подтягиваем только колени и выпрямляем снова стараясь слегка приподнять туловище приготовились две одна поехали на плену на плену продолжаем и и вещество вещества вещества и вещества и Либо весят, либо лежат. Еще разочек. Стоп. Так. Следующее упражнение у нас будет поинтереснее, посложнее. Мы встаем в упор лежа. В этом положении левую ногу под себя опускаем таз, почти касаемся пола. Поднимаем. И другая сторона. Не торопясь, влево-вправо. Приготовились. Две. Одна. Поехали. Опускаемся, подъем. Опустились, подъем. Насколько получается в сторону, настолько и получается, пока что делайте в своем режиме, чтобы контролировали движение. Выдох при подъеме таза. Каждый раз выдох. 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 Работаем еще 7 секунд. 5 секунд. Еще разочек делаем. Стоп. Нормально. Поработали над мышцами кора. Надеюсь, вы держали себя нормально. Не падали на втором повторении. Следующие у нас прыжки влево-вправо. Прыжок короткий на одной ноге. Прыжок. Кто может, делайте ниже и дальше. Садитесь ниже и прыгайте дальше. И в очень лайтовую влево-вправо. Приготовились. Две. Одна. Поехали. Короткие прыжочки. В одну, в другую сторону. И ловите баланс на стопе. Нам этот баланс очень нужен. И продолжаем. 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 И если заносит, то останавливаемся, ловим баланс. Еще разочек. Стоп. Сладимся на спину. Сладимся на спину. Ягодичный мостик. Ноги в коленях согнуты. Опираемся пятками в пол. Руки, как вам хочется. Поднимаем таз. Зажимаем ягодицы. Прямо прожимаем, напрягаем. И опускаем. Выдох при подъеме. Приготовились. Две. Одна. Поехали. И продолжаем. Вообще, крепкие ягодицы, сильные ягодицы, это большой фундамент для здоровой спины. Поэтому если ягодицы крепкие, если они держат, точнее не так, если они сильные, то они держат спину. Вот так можно сказать. И выдох, выдох, выдох. Они снижают нагрузку на позвоночник в нашей обычной жизни. Выдох. Поэтому качаем ягодицы пятками давим в пол. Еще разочек. Пам. Стоп. Глоток воды делаем. Легкая испарина на лбу. Либо кто-то уже прям вспотел. Пьем воду. Пятнадцать секунд. И снова приседания. И тянемся вверх. А пока можете готовить свои вопросы. И классные комментарии для себя и для меня. Приготовились. И поехали. Двумя руками. И вверх на носочках. Двумя. И вверх на носочках. Продолжаем. Выдох. Каждый раз выдох при подъеме. Продолжаем. Продолжаем уже. Разогретый темп. У нас сейчас мы делаем этот круг. И заканчиваем наше занятие. Поэтому здесь можно чуть-чуть. Стоп. Можно здесь чуть-чуть увеличить темп. Важимся на стою. Упражнение на пресс, которое мы делали. Руки вдоль пола. Вдоль туловища. И делаем подъемы на пресс. Приготовились. Поехали. Мы делаем либо полный подъем. Плавный. Без рывка. Либо такой полуподъем. Ноги к себе. Корпус лежит. И продолжаем. Но без рывка. Старайтесь очень плавно, чтобы было движение в области спины. И животом работаем. Еще разочек. Стоп. Каменный пресс. Радует глаз. А потом на пляж. И радует и свой, и чужой глаз. Так. Кик-дропа. Вот это тяжелое упражнение. В упоре. Правой-левой ногой. Приготовились. Две. Одна. Поехали. Можно прям чуть-чуть опускаться совсем. И так низко, как я. И продолжаем. Выдох на подъеме. Выдох на подъеме. Продолжаем. Продолжаем. Еще пару упражнений меня потерпеть. Три секунды. Еще разочек делаем. Стоп. Нормально. Мышцы такие. Живота. Пум. И нас держат. Прыжки влево-вправо на дна. Левой-правой ноге. Попробуйте опускаться чуть ниже. Увеличить нагрузку. Но под контролем. Приготовились. Две. Одна. Поехали. Пам. 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 И ловим баланс. Вот мне смс пришло, что мое кольцо активности на сегодня закрыто. Видите, каждый раз я контролирую. Я же могу, конечно, ускориться. Но лучше контролировать движение. Пам. Стоп. Так, ну и что? Последнее упражнение. Из нашего сегодняшнего лайтового занятия. Опа. Ягодичный мостик. Сильные ягодицы, здоровая спина. Постарайтесь выше подниматься, но не прогибаться в спине. Делайте так, чтобы чувствовали ягодицы. Приготовились. Поехали. Опа. Зажали ягодицы. Выдох. Выдох. Зажимайте вверху. Вверху чуть прямо задерживайтесь на полсекунды. Задерживайтесь. И продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Еще три раза. И раз. Два. Зажать. Три. Стоп. Стоп. Вот вроде бы потренировались, да, такое лайтовое упражнение. А у меня 275 калорий потрачено за занятие. Казалось бы, да. Выключаем свои трекеры. Включаю комментарии. Включить. Так. Напишите ваше самочувствие. Как вы себя чувствуете? Что вам далось легче? Что вам далось тяжело? Почувствовали ли вы пресс, когда работали? Почувствовали ли вы ягодицы, когда мы делали ягодичный мостик? Размялись, хорошенько. Вот подобные тренировки, подобный уровень физической активности для новичка может как раз делать левел ап небольшой. Не в минус уходить, а небольшой левел ап. Вы сделали такую тренировку? Все. Идите, кушайте хорошо. Ну, в плане рациональности, все такое. Восстанавливайтесь. На следующий день сделали подобную тренировку лайтовую. Ну, лайтовая же? Лайтовая. Классно? Классно. 253 калории потратила Юля. Или Юла. Отлично же. Очень лайтовая физическая нагрузка. Просто будьте смелее. Не надо бояться физической культуры, не надо бояться какой-то нагрузки, потому что нужно, ну, просто нужно давать рациональную нагрузку согласно вашему уровню. Если вы боитесь, ну, вы же никогда не начнете. Вот, классный вариант. Классный. Сегодня сделали, сколько, 11 упражнений у нас сегодня было. Прикольно? Прикольно. Разная нагрузка? Разная. Страшная? Вообще нет, не страшная. Эфир я сохраню, конечно же. Те, кто будет смотреть в записи, отпишитесь о вашем самочувствии в комментариях уже под готовым постом. Занимайтесь. Если вам хочется еще что-то узнать по поводу иммунитета, вот сначала перелесните назад эфир, прослушайте первую часть, вот 15-минутную. 15-20 минут мы с вами разговаривали. А потом потренируйтесь и сразу применяйте те знания, которые получили в первой части. Если какие-то вопросы, вы можете писать в комментариях под этим постом и получите на них ответы и станете однозначно сильнее. А вообще, берегите себя, занимайтесь, однозначно нужно заниматься, свой организм выводить на вот этот левел ап. И мне будет приятно, если эта тренировка будет для вас полезной, вы сразу же ее выполните, а потом напишите комментарий, как вы себя классно чувствуете. И желательно выполнить не один раз, а, конечно, систематично. Постоянно заниматься, ладно? Почитаем, что написано. Много комментариев опять, спасибо, вы активные какие прям. Тяжеловато, но выполнимо. Да, конечно, выполнимо. Запись эфира будет. Света, два упражнения не смогла выполнить, правое колено слабоватое. Ну, видите, ничего страшного, просто, если что, упражнение либо убирать, либо чуть заменять. Начала с пульсом 72, сейчас так же, 72, это нормально? Нет, это не нормально. Пульс должен все-таки повышаться. Возможно, у вас датчик глюченный, может быть. Либо у вас, возможно, какие-то вопросы с сердечной системой, лучше к врачу, конечно, обратиться. Да, я показываю потяжелее, полегче, специально, чтобы вы могли выбирать вариант какой-то для себя. Либо начать с тяжелого варианта, а закончить уже, когда совсем не можете выполнять качественно, вы заканчиваете облегченным. Так, спасибочки, спасибочки, спасибо вам. Сколько комментариев, здорово. Хотела кофе попить, но увидела и стала делать, теперь кофе пойду пить. Ну все, здорово. Ой, спасибо вам за активность, умнички, умнички. Я желаю, чтобы у всех был крепкий иммунитет. Не сваливайтесь в минус. Если чувствуете, что начинаете сваливаться, помогите организму. Питанием, сменой какой-то деятельности, снижением нагрузки. Сном, хорошо? Вы уже сами понимаете все, я уже вам все рассказал. Просто нужно каждый день на это выделить время. Да, конечно, естественно, естественно. Все, я всем говорю спасибо за внимание. До связи. Пишите комментарии, как вам классно, как вам хорошо, и как вы прокачались за сегодняшнее занятие. Всех обнимаю, будьте здоровы. Пока-пока. 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 Пока-пока.